Удерживай себя от людей киблы. Не выноси никому из них такфир по причине грехов, и не выводи их из ислама по причине деяний, кроме как если по этому поводу приводится хадис. Автор говорит, является обязательным воздержание от такфира людей киблы. Это потому, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил говорить мусульманину на своего брата о неверной. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто скажет своему брату неверный, то это непременно вернется к одному из них. Вынесение такфира должно возвращаться к людям, обладающим шариатскими знаниями. Они должны быть осведомлены об откровении и знать доказательства из Корана и Суны со всеми подробностями. Необходимо, чтобы они также знали такие понятия, как аам и хас, мутляк и мукаяд, насих и мансух. Они должны иметь представление об их положении в шариате, а также знать, как действовали сподвижники, да будь довольными Аллах в тех или иных случаях. И поэтому мы говорим, что не разрешается кому-либо погружаться в вопросы такфира, кроме как если человек разобрался во всех аспектах религии, понял все тонкости и укрепился в этом. Далее автор сказал, не обвиняй никого из них в неверии из-за греха и не выводи их из ислама по причине деяний, кроме как если по этому поводу имеется хадис. Почему он сделал исключение? Потому что основа в большинстве деяний мусульман это отсутствие такфира, и поэтому чего больше, причин нечестия или причин неверия? Конечно же причин нечестия больше. Поэтому он сделал исключение из общей основы более важным или редким. Чем-то из чего было сделано исключение. Что касается его слов, кроме как если по этому поводу имеется пророческий хадис, то имеется в виду, кроме как если доказательства указали на то, что данное деяние является куфром. И здесь нет разницы, будет один из десяти известных пунктов, выводящих из ислама, или же какой-либо другой вид, связанный с единобожием в господстве. И так далее. Кроме как если по этому поводу имеется хадис, в этом случае расскажи его так, как он был передан. Ты должен верить в него, принимать и быть убежденным, что все именно так, как сказано в хадисе. Наподобие оставления намаза, распития спиртного и так далее. Что касается слов автора, в этом случае приводи хадис так, как он был передан, то есть рассказывай его со слов пророка, салиллаху алейхи вассалям. И как будто бы автор да помилует его Аллах хочет указать на то, что если ты увидишь кого-либо противоречащим приказу пророка, салиллаху алейхи вассалям, то тебе следует просто привести доказательство и объяснить ему его. Будто бы он хочет указать на то, что требующему знания не следует стремиться применить шариатские хукмы, если он не разобрался до конца, при каких обстоятельствах, они применяются на конкретных личностях. Ему следует просто разъяснить общее положение данного деяния в религии. Например, оставившему молитву следует рассказать хадис пророка, салиллаху алейхи вассалям, который приводится у имама-муслима со слов джабир да буди довольным Аллах, между человеком и ширком оставление намаза. И кто оставил его, тот впал в неверие. Также хадис, который приводится в Муснаде и Сунане со слов Бурайды, что пророк, салиллаху алейхи вассалям, сказал, завет, отличающий нас и их, молитва, и кто оставил ее, тот впал в неверие. Таким образом, ему следует рассказывать эти хадисы и разъяснять их. Также дело обстоит и с тем, кто впал в какое-либо нечестие, например, распивание спиртного. Человеку следует прочитать слова пророка, салиллаху алейхи вассалям, которые приводятся в Сахихах аль-Бухари и Муслима со слов Абу Гурейры, «Стороните семи смертных грехов», среди которых он упомянул распитие спиртного. Ему необходимо просто разъяснить шариатские тексты, которые пришли по этому поводу. Не обязательно, чтобы человек, совершивший деяния, являющиеся в своей основе куфром или нечестием, обязательно становился неверием или же нечестивцем. Это потому, что куфр имеет свои условия, необходимо, чтобы они все собрались для того, чтобы вынести хукм. Также касаемо человека, совершившего куфр или нечестие. Порой существуют препятствия, которые могут помешать вынесению ему личностного такфира или же постановления о его нечестии. Из этих препятствий может быть незнание, джахль, или принуждение, икрах, или же забывчивость, несьян, которой порой бывает подвержен человек. Таким образом, необходимо знать положение человека. И поэтому мы говорим, что человек, погружающийся в подобные вопросы, должен иметь соответствующий уровень знаний. Как он может получить эти знания? Мы скажем, для того, чтобы погружаться в вопросы такфира и выносить хукмы конкретным личностям, человек должен быть осведомлен о двух вещах. Во-первых, он должен знать шариатские доводы со всеми подробностями. Во-вторых, он должен иметь представление о положении конкретных людей и вынесении им хукмы. То есть человек может знать доводы, однако не иметь представления о положении людей, которые совершают эти деяния. Поэтому ему обязательно, помимо знания доводов, также быть осведомленным о положении людей, чтобы опускать хукм на конкретных личностей. Таким образом, если ты знаешь шариатские доводы, но не ведаешь о положении людей, то на тебе лежит ответственность лишь привести доказательства, но не выносить шариатские хукмы конкретным людям. Это до тех пор, пока ты не будешь осведомленным об их положении. Или же, если человек делает нововведение, которое считается неверием и выходом из ислама, в этом случае следуй за доводами и не переходи их. Это и есть основа для требующего знания. Он должен строго следовать доводам, даже в вопросах нововведений. Под нововведением имеется в виду новшество в религии Аллаха. Ученые разделяют ослушание, большие грехи и прегрешения, а также другие деяния, которые совершает человек и которые противоречат повелению Аллаха, но который не является куфром, и нововведение, потому что человек совершает их, считая, что это является частью религии. Что же касается больших грехов, то человек, совершающий их, знает, что это является ослушанием. Нововведения бывают двух видов, выводящие из религии и невыводящие. С другой стороны, нововведения можно разделить на абсолютные и дополнительные. Абсолютные нововведения – это те, которые были введены в религию без всякой основы. То есть они изначально не имели никакой основы в шариате. Сюда относятся ношения амулетов и талисманов, обтираний, табарук в различных местах, различными предметами и т.д. Все это относится к абсолютным нововведениям, которые не имеют под собой никакой основы. Это нововведение, имеющее основу в шариате, однако к этой основе было добавлено что-либо. Сюда можно отнести распевание азана, как это приводится от Абдуллах ибн Умара, что он сказал «это нововведение». Слова азана и их порядок, как известно, узаконены в исламе. Но если человек добавит к этому распевание, то это будет считаться добавочным нововведением. Также, например, если человек постоянно читает определенную суру в определенном намазе, то это становится нововведением. Сама молитва узаконена, однако постоянное чтение определенной суры не является узаконенным. И поэтому мы говорим, совершение намаза в это время узаконено, однако этот человек добавил в нее неузаконенное деяние, и поэтому это является добавочным нововведением. Также следует отметить, что абсолютные нововведения более опасны, чем добавочные. Это потому, что абсолютные нововведения, они более очевидны, и их противоречие религии Аллаха сильнее. Я не люблю молиться позади приверженцев нововведений, а также совершать по ним заупокойную молитву. У имамов, да помилует их Аллах, есть множество книг о разделах нововведений, как, например, «Аль-Бида'ату-ан-Нахью-Анха», который написал Ибн Ваддах, также книга «Аль-Бида'а», которую написал Абушама, и другие книги, которые были написаны первыми поколениями. Также есть другие книги, которые посвящены теме нововведений, которые называют книгами Сунны. В пример можно привести китабу Сунна, который написал Абдуллах ибн Ахмад, Ас-Сунна, который написал Алла-Лакай, а также Ас-Сунна ибн Аби-Ассима, также многие другие имамы, которые написали книги о разделах Сунны. Автор говорит, «Я не люблю молиться позади приверженцев нововведений и совершать по ним заупокойную молитву». Он сказал, «Я не люблю», но не стал запрещать это, так как не все нововведения выводят из Ислама. Есть небольшие нововведения в тонких вопросах, а есть и великие. Есть малые новшества, которые не доходят до степени больших нововведений. Например, использование камешков для таспиха, как это приводится от Абдуллах ибн Мас'уд, или же нововведения, которые бывают в намазах, относительно которых не пришло доводов. В пример этому можно привести чтение определенной суры в определенном намазе. Это является нововведением, однако оно не относится к большим новшествам. Существуют более крупные нововведения, как, например, подвешивание амулетов и так далее. И поэтому мы говорим, что нововведения различаются между собой. Если нововведение, которое совершает человек, не является выводящим из Ислама, то ему не выносится такфир. Если же он совершает нововведения, выводящие из Ислама, как, например, суджуты и жертвоприношения идолам, или взывание к кому-либо наряду с Аллахом, то мы скажем, что данные нововведения являются выводящими из религии. И за тем, кто совершает их, нельзя читать намаз. Однако в своей основе, когда говорится о нововведениях, то имеется в виду малые нововведения, которые не выводят человека из религии. Одноглазый непременно выйдет. В этом нет сомнения. И он самый лживый из лжецов. И мучения в могиле являются истиной. В ней раб будет спрошен о своем Господе, о пророке и о своей религии. Затем ему будет показано его место в раю или в аду. Существование Мункара и Накира – истина. Они – два искусителя могил. Просим у Аллаха стойкости. И водоем Мухаммада является истиной. К нему придет его община. Вокруг него стоят сосуды, из которых они будут пить. И сырат, то есть мост – это истина. Он будет установлен над гиенной. Люди будут проходить по нему, а рай находится за ним. Просим у Аллаха безопасности и чтобы мы смогли пройти его. И весы – это истина. На них будут взвешены благие деяния и грехи. Это произойдет так, как пожелает Аллах. Когда автор разговаривал о нововведениях, он сделал примечание, что предпочитает не молиться за приверженцем нововведений. Вне зависимости от того, является ли тот постоянным имамом или нет. Он сказал, что не любит молиться позади нововведенцев. Имамы из числа салифов, да помилует их Аллах, запрещали даже сидеть рядом с приверженцами нововведений, не говоря уже о чтении намаза за ними. Также следует отметить, что чтение намаза за нечестивцем легче, чем за нововведенцем. Это потому, что вред нечестия известен всем, а нововведение может скрыться от них. Человек может ввести в религию Аллаха какое-нибудь нововведение, а люди посчитают, что это из религии и начнут следовать за ним. И поэтому ученые не любят иметь какие-либо взаимоотношения с нововведенцами и сидеть с ними, а также слушать их и брать у них знания. Многие ученые-имамы запрещали передавать хадисы от приверженцев нововведений. Причиной этому является то, что если человек будет сидеть рядом с нововведенцем, даже если он является ученым, то это будет подобно рекомендации. Сидение рядом с приверженцем нововведений будет считаться похвалой ему, и простые люди, увидев это, начнут собираться вокруг него. Несмотря на то, что они имеют благие намерения и желают истины, они могут принять что-либо из его порочных взглядов. Также следует отметить, что при передаче хадисов от нововведенца и принятии от него знаний, существует разница между тем, является ли он живым или уже умер, является ли он известным человеком или нет. Порой бывает такое, что тот или иной нововведенец является ученым в какой-либо области знаний. Например, он может быть ученым во вспомогательных науках или в арабском языке и так далее. Если кто-либо спросит, можно ли у него учиться, мы скажем, сделает ли его известным твое требование знаний у него, возвысит ли его это среди людей. Если ответ будет отрицательным, то мы скажем, что можно. И поэтому имам Ахмад передавал хадисы от некоторых приверженцев нововведений. В своем муснаде он привел хадисы от 12 шейхов из числа мурджиитов. Однако они не были известными личностями, за которыми могли последовать люди, узнав, что кто-то берет от них хадисы. Они были просто передатчиками хадисов, а не имамами. Приверженца нововведений запрещено назначать на должность постоянного имама. Даже если намаз молящихся за ним будет действителен, тот факт, что он является постоянным имамом, будет причиной тому, что люди будут стремиться быть похожими на него и будут подвержены его влиянию. Далее автор говорит, одноглазый непременно выйдет, в этом нет сомнений. И он самый лживый из лжецов. И он самый лживый из лжецов. Под одноглазым имеется в виду Аль-Масиху Даджжаль. Хадис от посланника Аллаха о том, что он выйдет, доходит до степени мутаватир. Относительно этого пришло множество доказательств. Часть этих хадисов от посланника Аллаха приводятся в сахихах Аль-Бухари и Муслим, а другие в Сунанах. Также были составлены отдельные труды о его выходе. Даджжаля называют одноглазым, потому что у него только один здоровый глаз. В хадисе, который приводится в сахихе, сообщается, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям сказал, «Поистине у Даджжаля только один здоровый глаз. Что же касается Аллаха, то он не одноглазый». Отрицание подобия между Даджжалем и Аллахом в этом хадисе сделано, потому что Даджжаль станет заявлять, что он Господь. Аллах сделает определенный признак для распознания его лживости, а именно то, что на его лбу между глаз будет написано «Кафир», то есть буквы «Каф», «Фа» и «Ра». Эта надпись будет служить для людей знаком, для того чтобы они остерегались его зла. Из-за подверженности людей чувствам и их привязанности к сомнениям, с которыми он придет, у него будет множество последователей. От Пророка, саляллаху алейхи вассалям, приводится, что большая часть тех, кто последует за Даджжалем, будут из числа женщин. Это по причине привязанности к чувствам и эмоциям, и по причине того, что они не держатся крепко за доказательства и доводы. Зачастую они цепляются за чувства и тем, что следует за ними. В некоторых преданиях приводится, что мужчины не будут отходить от своих семей из-за страха, что они последуют за Даджжалем. И поэтому Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, кто услышит о нем в той или иной местности, то пусть покинет ее и поедет в другое место. Имеется в виду, что человек может поддаться его искушению. Он может думать, что идет к нему просто посмотреть, а затем последовать за ними его заблуждением. В этом содержится указание на то, что человек не должен стремиться к фитнам и не должен вмешиваться в них, ведь они могут захватить его. Это потому, что фитн имеет свойство захватывать сердца и разум. Человек может считать, что он желает спасения или знания или просвещения, а затем может подвергнуться искушению и сойти с прямого пути. Да упасет нас Аллах от этого. Затем автор да помилует его Аллах упомянул о мучениях в могиле, сказав, «И мучения в могиле являются истиной». В ней раб будет спрошен о своем Господе, о пророке, о своей религии. Затем ему будет показано его место в раю или в аду. Автор да помилует его Аллах упомянул мучения в могиле, но не упомянул наслаждение. Это потому, что при утверждении мучений в могиле утверждается также и наслаждение. И также наоборот, когда мы подтверждаем наслаждение, из этого исходит и подтверждение наказания в могиле. В сахихе от Абдуллах ибн Умара, да будь доволен имя Аллах, приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ему будет показано его место в раю и аду. Когда перед Усманом, да будь доволен имя Аллах, упоминали о могиле, он начинал плакать. Ему говорили, когда мы упоминаем тебе рай и ад, ты не плачешь, а когда упоминается могила, начинаешь плакать. На что Усман ответил, поистине могила это первое пристанище последней жизни. То есть в ней человек узнает свой исход, будет ли он обитателем рая или обитателем огня. Что же касается слова автора «мучения в могиле являются истиной», то по этому поводу пришло множество достоверных доводов. Например, в сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится хадис от Аиши, да будь доволен ее Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, мучения в могиле – это истина. Также в обоих сахихах приводится хадис от Аннаса ибн Малика, да будь доволен им Аллах, и Абдуллах ибн Умара. Далее автор сказал, в ней раб будет спрошен о своем Господе, о пророке и о своей религии. Затем ему будет показано его место в раю или в аду. Относительно этого существует хадис от Аннаса ибн Малика, да будь доволен им Аллах, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал об искушениях в могиле. Что касается допроса человека двумя ангелами, то это будет происходить наяву. По-настоящему они во сне или в воображении человека. В Муснаде и Сунане приводится хадис от Абдуллах ибн Умара, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул о двух ангелах, искусителях могил, его спросили, будут ли возвращены в нас наши души? Он сказал да. Он сказал да. Ваши души будут возвращены в ваши тела и вы будете такими же, как сейчас. Имеется в виду, что человек будет живым в могиле и будет все осознавать, подобно тому, как он осознает сейчас. Затем он будет спрошен о своем Господе, о религии и о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается человека, который убежден в своей вере, то он будет отвечать на все вопросы правильно, так как Аллах, субханаху ута'аля, укрепит его. Что же касается лицемерного человека, имеющего сомнения в вере и подражающего другим, то он также станет сомневаться во время допроса. Стойкость будет сопутствовать только тому, кого укрепил Аллах, субханаху ута'аля. Многие толкователи Корана сказали, что в словах Всевышнего Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в последней жизни. Речь идет о загробной жизни. Известно, что жизнь бывает нескольких видов. Мирская жизнь в Дунья, загробная в Барзахе и последняя жизнь в Ахира, которая будет после загробной. Те места в раю и в аду, которые будут показаны человеку в могиле, будут его пристанищами в судный день. Кто-то может спросить, если человек узнал свое место в раю или аду, будучи в могиле, то почему он будет испытывать страх в судный день? Мы скажем, что он будет бояться, потому что в могиле он не будет спрошен за все свои грехи. Ему не будет открыто все, что он совершил в могиле. Свитки его деяний будут показаны ему именно в судный день, перед прохождением через мост Ас-Сырат. Они будут показаны ему, и его охватит тревога и беспокойство. Он испугается и устрашится до такой степени, что забудет все, что с ним было. Автор сказал, существование Мункара и Накира – истина, они два искусителя могил, просим у Аллаха стойкости. От пророка, саллиллаху алейхи вассалям, достоверно передается сообщение об искушении в могиле. То, какого типа будут вопросы, а также существование двух ангелов. Что же касается имен этих двух ангелов, то они не передаются достоверным путем. Имам Тирмизи передал хадис, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, к нему придут два черно-синих ангела, Мункар и Накир, и посадят его. В этом хадисе есть слабость, но некоторые имамы все же считают его достоверным. Калды ибн Абия'ля в своей книге «Ат-Табакат» передал от имама Ахмада, да помилует его Аллах, что он сказал, поистине двух ангелов зовут Мункар и Накир. Мы скажем, что на эту тему приводится хадис, однако в нем есть слабость. В то же время достоверно известно существование двух ангелов, известно о допросе в могиле и то, какого рода будут вопросы. Стойкость во время этого допроса проявит только тот, кого укрепил Аллах. И удивителен этот экзамен, в котором заранее известны вопросы и ответы, однако пройти его смогут только те, кого укрепил Аллах. Пусть Аллах дарует нам и вам стойкости во время спроса этих двух ангелов. Далее автор, да помилует его Аллах, сказал, водоем Мухаммада, алейхиссалату вассалям, является истиной, вокруг него стоят сосуды, из которых они будут пить. Относительно водоема посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, приводится множество хадисов, которые достигают уровня Аль-Мута-Уатир. В них рассказывается о его обширности, о его сосудах и тех, кто будет подходить к нему. Тот, кто сделает один глоток из водоема Пророка, алейхиссалату вассалям, больше никогда не будет испытывать жажду. В Сахихах Аль-Бухари и Муслима передается хадис со слов Абдуллаха ибн Амра, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ширина моего водоема равна месяцу пути». Это указывает на его огромный размер, а также на многочисленность тех, кто подойдет к нему. Также от Пророка, алейхиссалату вассалям, передается, что он сказал, «Больше никогда не испытает жажды тот, кто выпьет из него». Он упомянул жажду по той причине, что питье в раю будет только ради наслаждения, а не для утоления жажды или насыщения. Обитатели рая не будут испытывать жажду. Жажда исчезнет после того, как человек выпьет из водоема Пророка, алейхиссалям. Любой прием пищи и питье воды после водоема будет ради получения наслаждения. Они не будут есть, испытывая голод, и не будут пить из-за жажды. Автор говорит, к нему придет его община. Вокруг него стоят сосуды, из которых они будут пить. Также есть предание, что от этого водоема будут отгонять людей, которые не следовали за посланником Аллаха, алейхиссалям. В одном из хадисов сказано, «Поистине от моего водоема станут отгонять людей». Тогда я скажу, «Господи, это же мои последователи», на что мне ответят, «Ты не знаешь, что они сделали или внесли после тебя». Некоторые заблудшие течения, такие как рафидиты и другие, цепляются за этот хадис и говорят, что некоторых сподвижников станут отгонять от водоема. То есть они якобы в этом мире на самом деле не были его сподвижниками. Мы скажем, Пророк, саляллаху алейхиссалям, сказал, «Ты не знаешь, что они сделали или ввели после тебя». Теперь вопрос, те, которые отреклись от веры после смерти Пророка, саляллаху алейхиссалям, были из числа сподвижников или нет? Они были сподвижниками ранее, но затем перестали ими быть, когда отреклись от веры, кроме тех, кто покаялся. Они им подобны и подразумеваются в этом хадисе. Далее автор говорит, «И сырат — это истина, он будет установлен над гиенной. Люди будут проходить по нему, а рай находится за ним». Просим у Аллаха безопасности и того, чтобы нам было облегчено его прохождение. «И весы, аль-Мизан — есть истина, на них будут взвешены благие деяния и грехи». О сырате, мосте, мы скажем, что он будет над адом. Также сообщается, что он очень тонок, и люди будут проходить по нему в соответствии со своими деяниями. Среди людей будут такие, которые будут проходить по нему со скоростью молнии, другие — со скоростью ветра. Также будут такие, которые пройдут по нему как породистый скакун, другие — со скоростью пешего человека, а другие — ползко. Некоторых людей будут царапать крючья во время прохождения, но они спасутся, а некоторые будут схвачены и брошены в огонь гиенны. В зависимости от своих деяний, покорности и близости к Аллаху, люди будут проходить через сурат. Это также считается одним из тяжких моментов и испытаний в судный день. Далее автор да помилует его Аллах говорит, и весы – это истина. На них будут взвешены благие деяния и грехи рабов. Это произойдет так, как пожелает Аллах. Взвешивание на весах будет до моста. Эти весы имеют две чаши – одна для благодеяний, а другая для грехов. Аллах, субхану ва тааля, выделит некоторых своих рабов возможностью войти в рай без расчета и наказания. Будут такие люди, у которых будут взвешены как благие, так и плохие деяния. Будут и такие, у которых будут взвешены только грехи. Это неверные люди. Как сказано в Коране, кто же отречется от своей веры, тот тщетными станут его деяния. В другом аяте, если ты станешь приобщаться товарищей Аллаху, тот тщетными будут твои деяния. Аллах, субхану ва тааля, обратился с этими словами к пророку, саллиллаху алейхи ва салям. Что же говорить о тех, кто ниже него по статусу? В судный день у неверного не будет никаких благодеяний, и поэтому его деяния будут поставлены только в одну чашу, в которой взвешиваются грехи. Те, у кого будут взвешены благие и плохие деяния, это верующие, у которых были грехи. Среди ученых есть разногласия относительно некоторых деяний. Входят ли они в число тех деяний, которые будут взвешены? Однако разговор об этом может затянуться. На весах будут взвешены те деяния, которые относятся к праву Аллаха. Также будут взвешены деяния, относящиеся к правам людей, которые будут из числа обитателей огня. Это при условии, что эти люди были неверными. Что же касается прав мусульман, которым Аллах, субхану ва тааля, предопределил оказаться в огне, то есть предопределил им наказание, то взвешивание их деяний будет после моста. То есть взвешивание прав тех, кому было предопределено, что они не войдут в огонь, и пройдут сират, и с числа мусульман будет до сирата. Взвешены будут как благие деяния, так и грехи. Что же касается мусульман, которым Аллах предписал вхождение в ад, то расчет их прав будет отложен и произойдет уже после моста. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, как это приводится в Сахихе, верующие выйдут из огня, имеется в виду те, кому было предписано наказание, и каждый из них заберет свое право у другого. Их остановят на месте, которое называется Аль-Кантара, между Раем и Адом. То есть они подойдут к Аль-Кантара после того, как выйдут из огня до вхождения в рай. Они заберут свои права, которые были между ними, в Дунья. Эти права поднимут положение одного в раю и понизят положение другого. Остановимся на этом и закончим завтра, если пожелает Аллах. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. Аль-Кантар.